Ради детей и стариков. С таким обращением жительница дома номер 13 по улице Димитрова обратилась к губернатору Ульяновской области в соцсетях. Девушка говорила от лица всех жильцов трехэтажки. Дом 1961 года постройки никогда не видел капитального ремонта. Как итог, сегодня это открытые щитки с торчащими наружу проводами, подъезды с гнилыми стенами и затопленный подвал, сыростью, грязью, мусором и фекалиями. Здесь можно снимать фильм ужасов, но сценарий хоррора. Увы, реальная жизнь жителей дома номер 13 по улице Димитрова. Подвал затоплен по колено и здесь ужасно смердит. Из-за сырости в помещениях появляются новые обитатели, летающие или ползающие. А еще зимой есть перебои с отоплением. А по весне на головы во дворе дома с деревьев падают клещи. Но это полбеды, уверяют жители. Разобраться бы сначала с подвала. Кристина Кириченко переехала с Жуковского на Димитрова в январе этого года. Ее выбрали старшей по дому. Я, естественно, в первую очередь позвонила управляющей компании. На что они мне ответили, типа, этот дом вообще зачем, типа, это купили дом. Вот. Я говорю, в смысле, что зачем я его купила? Ну, мне жить же надо где-то. У меня как бы двое детей. А они мне говорят, типа, того. Ну, мы, типа, ничего не можем сделать. К слову, за последние два года на Димитрова 13 сменились три управляющие компании. По словам Кристины, дом она приняла на расчетном счету, которого было 130 тысяч рублей. При смене компании потерялись и деньги. За эти полгода Кристина писала в разные инстанции, но нигде не получала внятного ответа и помощи. Ирина Ивановна из 21-й квартиры живет с начала постройки дома. Больше всего 77-летнюю пенсионерку-инвалида расстраивает отсутствие должного ухода во дворе, особенно зимой. В тетрадке женщина ведет учет, кому и какими жалобами обращалась. И тут немало записи ответов. К примеру, прокуратура уже устанавливала факт нарушения жилищного законодательства. Я тоже при советской власти вспоминаю дворника. Приходил дворник и мел. И я даже, я на два раза на году убирала листву. В общем, практически всю зиму никто ничего не убирал. Самая интересная бумажка была, когда вот эта управляющая компания к нам, это что-то у меня где-то было, что они там с тарифами, в общем, все, что они будут делать. И написано, ремонт содержания, значит, уборка территорий раз в неделю. А в случае, если снегопад, то через час, я говорю, батюшки, и цен там написано было с метра квадратного, сколько будут брать. В агентстве государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области нас заверили. К ним жители Димитрова-13 обращались в прошлом году три раза. Первый раз из-за неисправности канализации, второй по начислению платы. Третий вопрос касался кровли. Все нарушения, со слов жилищного инспектора, устранили. В этом году жалоб не было. Я понимаю чаяния людей, что они жалуют, что ни одна, ни другая, ни третья компания не реагируют на заявки людей. Этот малоэтажный фонд, он не совсем интересен в части, так сказать, набивания кошельков управляющими компаниями. Естественно, заинтересованности в том, чтобы взять этот дом по конкурсу, допустим, который организовывает администрация города Ульяновска. Естественно, желающих не заявляется на конкурсную процедуру. Администрация вынуждена передавать во временное управление, чтобы все-таки бесхозности не может быть у дома. Но выход есть. По инициативе Алексея Русских, с 24 марта в регионе заработала единая управляющая компания, которая займется малоэтажными проблемными домами. Чтобы выбрать региональную жилищную компанию, собственники должны принять решение на общем собрании и подать документы. Всю подробную информацию можно получить по телефону 8 903 338 91 17. Ринаталья Улова, Герман Баранов, Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова